В конце недели в Баку соберутся специалисты, в области пчеловодства со всего мира, для того, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли. По информации на 5-й международной конференции пчеловодов, своим опытом поделятся представители науки из Германии, Турции, России, Украины и Грузии. Здравствуйте, это аналитическая программа «Экономика дня», я Фарида Ашралова. И сегодня мы обсудим, как предотвращают болезни пчел, повышают урожай меда и другой продукции пчеловодства, осуществление поставок на местные и зарубежные рынки. У нас в гостях председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Байдраддин Хасратов и специалист по содержанию и разведению пчел, а также получению продуктов посредством пчеловодства и один из организаторов 5-й международной выставки Руфат Нариманов. Какие вопросы сегодня стоят на повестке у пчеловодов? Мы как пчеловоды, как ассоциация, два года уже создана эта ассоциация, 46 районов у нас есть центры и 4 города, существуют сейчас центры нашей ассоциации. Это тоже как-то обеспечивает, чтобы пчеловоды общались друг с другом, как-то было общение между ними. Это тоже действует на развитие пчеловодов самих и конкретно этой отрасли. У нас не хватает чего. Пчеловоду не очень, не у всех есть навыки, знания не очень. Поэтому, когда мы проводим такие конференции, про конференции Руфат будет рассказывать, у него больше информации, потому что он как один из организаторов, много у него информации про конференции. Мы предложили, чтобы государство выделило отдельное место, изоляционное место, чтобы там могли бы проводить ученые, это должны делать, какой-то или центр пчеловодства, или институт должен делать это, чтобы там могли, они проводили селекционную работу. Хотя бы 20-30 лет нам надо, чтобы наша эта порода улучшилась. До этого времени нам надо завозить из-за границы более устойчивую, более продуктивную породу, чтобы мы могли себе обеспечить и экспортировать мед. Другие мероприятия надо проводить, например, дерево надо, которое дает больше нектара посадить, много растений надо посадить, вот сеять, чтобы много нектара получать. Рафат Мялим, хотелось бы сейчас задать вам вопрос. Специалисты, которые, как ожидается, приедут на конференцию, есть ли среди них конкретные предложения пчеловодам для Азербайджана? С чем они будут ехать? У них есть готовые презентации, доклады, наработки? Обязательно в порядке. Все презентеры, все люди, которые будут иметь какие-то презентации, они заранее посылают их к нам, мы их всех смотрим, и даже в некоторых случаях мы можем не согласиться с этим презентациям, потому что мы оцениваем их и хотим максимально, как бы, как вам сказать, чтобы это было максимально полезно для наших пчеловодов. Хотя мы называем это как бы международной конференцией, но мы стараемся для наших пчеловодов, чтобы они узнали больше. Какая информация вызывает полезность сегодня пчеловодам Азербайджана? Вот на данный момент важная информация. Сейчас во всем мире бушует конкретно болезнь, называется Нозема серана. Как говорится, что это одна из причин уменьшения пчел во всем мире. В результате этой болезни, как бы, получается, что в уле просто начинают все меньше и меньше пчел появляться. Вот люди, которые приедут, например, эксперт в этой сфере, он будет конкретно на эту тему иметь презентацию. Это очень важно. И если мы хотя бы сможем с помощью этого человека, с помощью этой презентации уменьшить число, как бы, гибели пчел на 10%, это успех. Потому что это, если для одного пчеловода это 10 улев, для целой стороны это 10% очень большая сумма получается. Поэтому это важно. Чтобы они проводили более практические советы, чтобы нам дали, да? Но слишком наушные тоже для простых пчеловодов не очень, я так думаю. Более практичные, более простые. Вот эту часть мы немножко там схитрили. Что мы сделали для этого? Для этого есть мастер-классы. После конференции, сразу же после конференции, эти самые профессора будут иметь, некоторые из них будут иметь мастер-классы. И люди, которые конкретно заинтересованы. Например, будет мастер-класс на тему получения маточного молочка. Это очень дорогой продукт. Он как бы все популярнее и популярнее становится в Азербайджане. Во всем мире его активно употребляют. Будет человек, именно эксперт в этой сфере, который будет говорить все шаги, как этим делом заниматься? Пожалуйста. Будет человек, который будет учить матководцу селекционным работам. Профессионал. В этом деле это человек, профессор и директор пчеловодческого института в Германии. Он будет давать мастер-классы. Для тех людей, которые менее заинтересованы в научных телах, у нас есть конференция. Там будет на общую тему. Но люди, которые хотят узнать действительно какие-то тонкости этого дела, мастер-классы. На этом тоже не заканчивается. Смотрите, до конференции у нас есть два дня чисто тренингов для молодых пчеловодов. Если они хотят, они могут прийти и участвовать. Те же самые эксперты в другой сфере учат на турецком языке. И языкового барьера нет. И все это бесплатно? Это все за символическую сумму. Все, что там будет, как эта плата, это то, что они сами пойдут выпить чай и поедят. Единственное, что мы это организуем, все остальное проживание гостей. Все это дело происходит за счет пчеловодов. Конференция также направлена на то, чтобы повысить конкурентоспособность азербайджанского меда. Насколько я поняла. 100%. Как сегодня оценивается азербайджанский мед? Каковы его показатели? Каковы его свойства? Какие страны желали бы приобрести этот мед? Какие страны он уже экспортирован? Вот наш мед, можно сказать, как премиум мед в мире считается. Я тоже ездил по странам. Вот был в Дубае, там в Саудовской Аравии, там был. В Германии был я тоже по рынкам меда. Я тоже ездил, как мы можем экспортировать мед. Я видел, что там мало таких медов, как у нас. Вообще, можно сказать, нет. На самом деле, у нас мед очень ценный мед. Вы принесли мед, если можно поговорить о нем, это производство Азербайджана. Да, у нас в Азербайджане очень много сортов меда. Разные сорта. Вот несмотря на маленькую страну, я же сказал, вот разный у нас климатический слон и разный мед у нас. Мы можем экспортировать разные-разные меда. Вот в данное время у нас экспортируется мед от солодка, да, Биан. Солодковый мед у нас в Японии экспортируется. Вот 8 тонн уже экспортировали. Один из них такой? Биан. Есть у вас такой? Здесь вот этот, да. Вот этот мед уже экспортируется, Биан. В будущем мы планируем увеличить количество этого меда. И арабские страны, они больше любят вот Дахчамен, у нас горно-луговый мед, там вот этот, да. Это больше они, вот арабские страны, любят этот мед. Вот я же сказал, наш мед, мы должны получать на свой мед органический сертификат. После этого мы можем очень легко экспортировать на евространы, там и другие страны. После этого мы можем свободно экспортировать мед, после получения этого органического сертификата. Я на конференции еще раз вернусь. Вот там, что будут получать наши пчеловоды от конференции, да. Во-первых, они много чего узнают от зарубежных специалистов, да. И между собой они там будут общаться, это тоже одно польза, да. Мы хотим, чтобы пчеловоды большую прибыль получали от пчелосемей на каждой. Они не только мед получили от пчел, они получили там и маточное молочко, там цветочную курицу, там прополис. Они должны уметь, как надо собрать их. Потом много продуктов у пчел, у пчел, да. И почти около 10 видов продукции есть у пчел. Еще хочу вопрос задавать Рафат Малиму. Как ты мог от каждой пчелосемьи 49 килограмм мед получать? В Азербайджане это в среднем около 10 килограмм. Как бы тебе это удалось? На данный момент все пчелосемьи на моей пасеке, это семьи, называемые Карника. Привезли мы их с Австрии и поменяли всю кровь на моей пасеке. Поэтому пчелы в данный момент, это не серо-кавказские пчелы. Они как бы гибриды между серо-кавказским и карникой, так называемой пчелой. И соответственно, как только ты это делаешь, уже медопродуктивность поднялась. А второй секрет, надо работать. Надо работать. За сезон мы умудряемся иногда менять местоположение пчел до 8 раз. Мы бежим за цветами. Мы знаем нашу местность. Мы знаем, когда у нас, например, расцветает, держит дерево. Мы знаем, когда после него идет чертополох. Мы знаем, после него, когда раскрывается липа. Как говорится, мед на колесах. Да, только так. А как происходит процесс кочевания? То есть, наверное, должны быть специально созданы условия для того, чтобы их перевозить. Да, в обязательном порядке есть. Мы нанимаем машины. Это ночью происходит. Это все происходит ночью. И как бы мы, пчеловоды, собираемся сами в группы. Мы не качуем одни никогда. Это группы пчеловодов, которые друг другу помогают, чтобы это дело делать. И получается, в одной машине может быть пчелы трех пчеловодов. И вот так этот процесс продолжается. Единственное, в чем секрет, больше меда, порода пчел, оперативность и знание своего места, местности своего. И избавиться от болезни тоже. Это как бы, без этого вообще пчел не будет. Качественная матка. Матка важна, да. Какова роль сегодня ассоциации в том, чтобы пчеловодчество в Азербайджане вышло на существенно новый уровень? Мы, как закончим все это, да, все районы уже будут числиться в ассоциации. После этого мы собираемся быть членами международной организации, которая называется АПИМОНДИА. Это международная организация пчеловодов мира. Вот, которые сейчас дают государству субсидии на каждую пчелосемью, 10 монат дают, да. Вот этот мы первый раз предложили это Министерству сельского хозяйства, чтобы они помогали как-то пчеловодам, чтобы они поднимались, да. И приняли наши предложения. Это был наш первый успех ассоциации, чтобы каждому пчеловоду, вот на каждую пчелосемью дают по 10 монат. Это если в Азербайджане 400 тысяч пчелосемей, это 4 миллиона монат выходит в семью пчеловодов, я так считаю всех, да. Ну, я считаю, хотя вот маленькие это дела, но за два года мы могли вот это делать, да. Вот в государстве, если когда-то принимаются какие-то меры, вот за счет пчеловодства, они все, каждый раз приглашают нас, ассоциации. Потому что они уже знают, принимают как-то нашу ассоциацию, знают, чтобы есть такая организация, там числится, можно сказать, половина пчеловодов Азербайджана. После создания ассоциации общение у нас больше стало между пчеловодами. Год один раз хотя бы у нас проводится конференция, конференции пчеловода собирается, это тоже односторонно, какое-то общение уже связано, это увеличивается. Вывозится ли сегодня азербайджанский мед под брендом Made in Azerbaijan в какие-либо страны, какие это были страны? И вообще, в какие страны вы планируете экспортировать мед? Что для этого делается, проводится? Ведется у нас разговор сейчас, переговор идет, с Германией идет уже переговор. Вот сегодня я буду встречаться после этой передачи с ними тоже, они тоже интересуются нашим медом, германские покупатели. Идет, работа идет. Мы пока как государство недавно уже начали выходить на мировой рынок, поэтому нам надо много работать. Вот. И ездить надо по странам, и искать надо, и рынок надо искать. Если клиент нам какой-то хочет 20 тонн меда от нас, а мы один пчеловод, два пчеловода не может этого давать. Для этого надо или кооперативы надо создавать, или какой-то бренд, какое-то, не знаю, общество надо это делать. Вот. И одному пчеловоду это невозможно. Вот вы как пчеловод согласились бы пойти на кооперацию с каким-нибудь другим пчеловодом для того, чтобы повысить ваши уровни продуктивности, для того, чтобы ее экспортировать. Что я считаю для пчеловодов, я могу посоветовать. Первым делом участие в конференциях. Это обязательно. Почему? Тогда ты начинаешь узнавать других пчеловодов. И это уже внутри страны для тебя открывает новый рынок. Ты не обязательно должен продавать кому-то. В смысле, какому-то потребителю. Ты всегда можешь продать этот самый мед, пыльцу другому пчеловоду, у которого свои связи. Это, во-первых, что я советую. Поэтому говорю, что участвуйте в конференциях. Во-вторых, узнавать свою местность. И, в-третьих, что я вижу в этом деле. Смотрите, мы говорили, как можно повысить продуктивность меда. На государственном уровне мы уже начали что-то делать. И государство желает нам помочь в этом. Поощряет. Поощряет. Мы хотим сажать больше деревьев, которые дают мед. Это повышает продуктивность и, соответственно, дает новые возможности. Что я хотел бы увидеть для нашей страны. Как только мы сможем, поощряя пчеловодов, сажая деревья, новые сорта, новые виды пчел. Как только мы это начнем делать, общая продуктивность меда повысится. Как только она повышается, значит, цена на него падает. А для международного рынка важна цена. Конкурентоспособность. Да, это важно. Потому что, как бы, или ты должен работать в двух сферах. Или это должен быть дорогой брендовый мед. Это один путь. Как, например, мед Манука. Она известна на всем мире. И она брендовая. Или второй вариант. Делаешь много, дешевле. Но качественно. Дешевле, качественно, без вариантов. Ты должен делать качественно. Если не качественно, все равно не будут покупать. Это без вариантов. Но если сделать много, мы сможем войти в этот рынок. Это реально. И у Азербайджана есть для этого потенциал. И я считаю, что мы идем к этому. У Азербайджана сегодня есть торговые дома во многих странах мира. Представлены ли в каком-то из них азербайджанские меды? Дубай недавно открылся торговый дом. Там у нас два бренда участвуют. Азербайджанский мед. Какие это сорта? Там есть баллы и патаки. Две фирмы там участвуют. За счет этого кооперации, это надо нам кооперация. Вот можно сказать, пчеловоды работают кооперативно. Они вместе работают. Как Рюфат сказал, мы вместе скачиваемся. Можно сказать, это как кооператив. А их надо официально. У государства есть много поддержки для кооперативов. Даже есть закон уже принят для кооперативов. Для этого пчеловодам надо собраться в одну группу. И официально надо создавать кооперативы, чтобы получить пользу от этих благ. Что бы вы пожелали нашим, посоветовали бы, пожелали бы коротко нашим пчеловодам? Вот наши пчеловоды повысили свои знания. Вот самое главное. Не сидели на месте. Все время надо вперед, надо продивыгаться. Куда идет мир? Где развитые страны, где пчеловодство очень развитое? Как они работают? Потому что у них большие институты есть. Ведут они очень большие исследования за счет этого. И мы должны брать от них. Потому что у нас нет возможности проводить такие эксперименты. А вот те, которые Германия, Австрия, Венгрия, ведут какие-то исследования. Вот их практику нам надо брать. Пчеловоды больше должны знать чего-то. Самое главное знание, навыки надо. Спасибо за свой развернутый ответ на наши вопросы. В этом выпуске программы «Экономика дня» мы обсуждали проблему пчеловодства с председателем Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бодраддином Хасратовым и специалистом по содержанию и разведению пчел, а также получению продуктов посредством пчеловодства одним из организаторов предстоящей выставки Руфатом Наримановым. С вами была я, Фарида Ашралова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин